Добро пожаловать на обзор нового симулятора под названием RealOperCity. Ссылка на игру в описании, она абсолютно бесплатная, но начнем по традиции с меню. Ну а в меню нас встречают три кнопки начать, графика и выход. Начать и выход понятно, а в графике мы можем настроить графику. Я поставлю самые высокие, посмотрим как игра будет выглядеть. Ну и по желанию мы можем перейти вот с помощью этой кнопки в инстаграм разработчика. У нас дальше идет автосалон, то есть после того как мы нажали кнопку начать нас перекидывает сюда. И тут мы можем выбрать машину, на которой мы будем сегодня так сказать хасанить. Вот есть семерка, девяносто девятая, десятка, четырнадцатая и Lada Priora. Но Lada Priora открывается за рекламу и открывать ее придется каждый раз, но ничего критичного я в этом не вижу. Откуда же у тебя такая разбитая четырнадцатая Lada была из начала видео, она же тут в нормальном состоянии. Нужно просто нажать вот на эту кнопку и вот здесь вот две битые машины, это девяносто девятая и четырнадцатая. Сегодня мы покатаемся на девяносто девятой, так как я четырнадцатую показал в начале видео. Ну а перед тем как мы будем кататься на разбитой тачке, давайте возьмем хотя бы обычную и покатаемся на ней. Посмотрим что да как, я думаю возьму, ну не знаю, пусть будет семерка. Все нажимаем выбрать и пошла загрузочка. Идет она вообще моментально, вот мы уже загрузились. Ну и вот так игра выглядит на максимальной графике, такие приятные тени, текстуры. Кстати, чтобы стартануть нам нужно, во-первых, завести машину, у нее включаются фары и начинает идти дым из трубы. Все сделано так по реализму. В верхнем правом углу соответственно спидометр. Ну тут такая текстура с анимированной стрелкой. Кстати, этот спидометр немного багнутый и в чем заключается его баг я покажу чуть позже. Также, когда мы набираем скорость и зажимаем ручник, идет соответствующий свист из подшин и идет дым. Ну и если мы опрокинулись, мы можем нажать вот на эту стрелку и машина у нас так подбросится и встанет на четыре колеса, если мы там перевернулись куда-нибудь в канаву. Вот, поэтому как-то так. Что у нас есть еще? Можем поменять вид спереди вот так вот посмотреть на семерку. Кстати, модельки вообще четкие сделаны. Но это прямо на встоке, только тонировано и над подвеской немного поработали. Вижу, можем сесть в салон, то есть вид от первого лица. Тоже так неплохо все сделано. Салон на высоте, детализация очень хорошая. Даже руль прям идеально ровный. Мне это очень нравится. Есть возможность посидеть на месте пассажира сбоку. То есть, когда мы будем хасанить, будет очень так реалистично сидеть сбоку и на все это смотреть. Ну и есть камера вот такая вот свободная. Ну не то, что свободная, просто она стоит тут. И мы можем посмотреть, как мы будем кататься на нашей машине. Можно какие-нибудь клипы поснимать. Там для тиктока или вот как я в начале видео снял. Прикольно, в общем, все сделано. Итак, что еще есть? Мы можем включить стробоскопы. Мы можем включить вот такие мигалки. Ну и включить сирену. Ее вы слышали в начале видео. Поехали теперь в город. Покажу вам одну очень интересную вещь. Кстати, о городе Зеван он тоже очень так реалистично. Здесь идут дороги, тротуары, пешеходники. Даже есть лежачие полицейские. Но, к сожалению, нет трафика ни человеческого, ни машинного. Это такой вот небольшой минус. Но так как эта игра новая, на первое время это простить можно. Ну и вот, про что я говорил. Здесь есть очень такое крутое место, как тюнинг-салон, так сказать. И когда мы к нему подъезжаем, встаем в триггер. Здесь открываются ворота. И мы можем заехать. То есть здесь сделан такой интерьер. Очень крутой пол. Прям белый-белый. Даже немного отзеркаленный. Мы тут сейчас попачкаем его немного. Здесь мы можем поставить пуш-бампер. То есть спереди такой кенгуринг. Мигалки. Ну как мигалки. Одна мигалка просто ставится сверху. Также можем поставить антенны. Рога. Ну и цвет поменять. Я, наверное, сделаю ее белой. Или черной. Нет, вот. Пусть черная, вот оперская семерка. Прям так. Кузов. Можно снять детали. То есть вообще конкретно все снять. И поставить обратно. То есть мы все сняли. И внизу вот кнопка поставить детали. Думаю, мы снимем одну фару и задний бампер. Вот. Как-то так. И погнали хасанить. В чем заключается баг спидометра. То есть когда мы достигаем больше сотни километров в час. Сейчас смотрите вот на цифру. Она поднимается. Начинается сотня. Оп. И пропадает третья цифра. И вот у нас тут стало 13-14 километров в час. На ровной дороге это сейчас будет лучше видно. Разовьем скорость. Сейчас побольше. И вы все увидите. Вот. Видите? Пропадает третья цифра. И становится непонятно так на какой скорости ты едешь. Просто так 11-12-13 километров в час. Вот 16 час было. То есть вот такой вот небольшой баг в игре присутствует. Но он вообще не критичный. И фотоспособность игры вообще не влияет. Не очень большая карта. По сути здесь просто прямая дорога. И в конце кольцевая. Все. Есть заправка. Да. Сделано все очень так хорошо тематично. Столбы. Насколько я помню. Мы можем сшибать. Да. Вот они сшибаются. Чистая игра. Просто так же прожигалка времени. Там как я говорю обычно. В автобусе поиграть. Там. В такси. В очередь. Где-нибудь. Сидите. Вот просто делать нечего. И поиграл в игру. Но в принципе что здесь делать. Просто прокачал тачку. И все. Катайся. Покатался. И все. Сейчас я вам как и обещал. Покажу разбитую 99-ю. Так как 14-ю вы уже в начале видео видели. Что ж. Сейчас перейду в меню. Посмотрю рекламу. И покатаемся на 99-й. Посмотрим какой на нее можно тюнинг ставить. А какой нет. Погнали. Вот наша 99-я лада. У нее даже смотрите. Переднее левое стекло так немного вниз опущено. Я на 14-й ладе такого не заметил. Но может это и было еще. У нее даже смотрите. Замята так крыша. Вовнутрь тоже есть все стробоскопы. Все мигалки. Ну и как и обещал. Давайте сейчас сгоняем до магазина тюнинга. Посмотрим что можно на нее поставить. Так. Сразу что я заметил. Что нельзя убрать эти же фары. Бампер. Этой кнопки нет. Можно убрать детали которые мы поставили. Вот. Вот так. Сделать. Но нельзя убрать дефолтные детали. Вообще. Кстати. 99-я валит. Уже 220. Как понимает 220 км в час. И тут уже конец карты. Ну. В общем. Думаю. Пора подводить. Итог. По игре. Критиковать прям серьезно. Я ее конечно же не буду. Так как она совсем новая. И она еще. Как понимает. Находится на стадии разработки. Первое. Что надо сделать. Это добавить. Конечно же. Трафик. Без него здесь играть. Уже становится довольно скучно. Да и что это за симулятор оперской езды. Без трафика. Вот. Расширить карту. Там добавить какие-нибудь улицы. Ну. И исправить баг со спидометром. А остальное. Пока что. В принципе. Все нормально. Вот. Это чисто мое мнение. Свое мнение. Пишите в комментариях. Я комментарии читаю. На них отвечаю. Ну. И даже хочу вас поблагодарить отдельно. За 14 тысяч подписчиков на канале. Уже конец июля. Как я и просил ребят. Мы набили с вами 14 тысяч. На одном из стримов я говорю, что давайте до конца июля набьем 14 тысяч. И вот сегодня уже 31. А набили мы еще вчера. То есть 30 июля мы достигли отметки 14 тысяч. Ну. Думаю. К концу августа мы наберем все 15. На этом все. Встретимся в следующем видео. Или же на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok.